На смену громоздким счетчикам на фасадах приходят вот такие интеллектуальные приборы учета. Кубанинерго устанавливает их всем абонентам, непосредственно присоединенным к сетям компании. Все работы проводятся за счет инвестора по энергосервисным контрактам, а значит потребители получают умные счетчики бесплатно. Мероприятие направлено только на улучшение качества обслуживания клиентов. У этих приборов много плюсов. Во-первых, возможность дистанционно считывать показания. Второе, платить по зонам суток, соответственно, снижать финансовую нагрузку на домашний бюджет, оплачивая электрическую энергию по ночному тарифу, который гораздо меньше, чем дневной. Ну и, соответственно, у потребителя уходит время содержания приборов учета, оно ложится полностью на сетевую компанию. Новый прибор учета получила и Марина Кочеткова. Даже за месяц, говорит жительница улицы Лесная, разница ощутима. Не только качество электроснабжения в ее районе улучшилось, но и удалось сэкономить. Очень легко пользоваться этим, очень удобно. И есть ночной режим, то есть мы всегда пользуемся, допустим, какой-то техникой ночью, там стиральной машинкой, посудомоечной машинкой. Это очень удобно, экономно. И вообще нам не нужно бегать снимать показания счетчиков. Энергетики предостерегают сочинцев от попыток вмешаться в работу новых счетчиков. Для снижения показаний находятся лица, предлагающие подобные сомнительные услуги. Мошенники утверждают, что выявить такой заряженный счетчик невозможно. На самом деле это обман. Приборы учета объединены в единую систему. Информация от каждого из них передается на главный сервер сетевой организации. На базе этих счетчиков создана коммерческая система учета, в которой мы можем отследить любые попытки потребителя вмешаться в счетный механизм прибора учета, остановить его каким-либо образом. Все это наглядно, оперативно можно выявить и пресечь. Совершенствование учета позволяет предупредить хищение электроэнергии, а значит, качество и надежность электроснабжения улучшаются. Это особенно актуально накануне курортного сезона.